Конечно, дорогие, приятно. Я очень рад. О, какая акустика здесь. Здесь какая-то точка фокуса. Вот здесь где-то звучишь. Ощущение, как в бочке. В Дели построили храм, который в этом году откроют в апреле. Рохининагр. И там в алтарной комнате сделали куполы специально так, чтобы те, кто поют под ним, под этим куполом большим, не нуждались в усилителях, потому что там отражается звук от поверхности, так что он возвращается обратно, и всем все слышно. Причем два купола. То есть можно петь два киртона в двух разных местах, одновременно не будут руку мешать. Ну, наверное, будут мешать, но они сильно, потому что звуки будут сосредотачиваться вот в этом месте. С кем-то мы еще не познакомились, кто пришел позже. Меня зовут Раса Нанди. Раса Нанди. Раса Нанди. Раса Нанди, хорошо. Меня зовут Раса Буша. Буша, хорошо. Мадам Мухандас. А что-то читание пробовал? Хорошо. Халат. Харьяни? Кальяни. Кальяни. Харьяна Халадарпу, вы все знаете, да? Кто-то все знают, практически все это, а не что. Это сложно. Все знают всех, и все знают все. Там даже не знаю, что рассказывать. Обычно просад – это единственное спасительное средство для намахата, которые знают уже все и всех. Там просад всегда вызывает интерес у всех, которые все знают все. и нам сегодня задали тему для обсуждения, тему, которая очень особенно актуальна, уместна здесь, в Майпур, в Шимайпурдаме, в преддверии Гуру Пурнима, поговорить о святом имени. И я выбрал стих из читания «Черетамриты», который очень часто любят обсуждать Шилан Ниранжин, Махараш, ссылаться на него, как на стих, который дает нам доступ в Царство Святого Имени. Есть много стихов, которые дают доступ в Царство Святого Имени. И стихи, которые упомянул Вишванадхапрабху, когда писал мне примерно тему, это два знаменитых стиха из читания «Шишакштаки». «Шишакштаки» «Шишаштаки» «Намнаммакарибахудгани джасарвашактис» «Все есть в Твоих святых именах, все трансцендентные энергии, вложенные в них». «Намнаммакарибахудгани джасарвашактис» «Татарпита ниямитах смараны на калахе» «Нет ниямита смараны на калахе» «То есть они не прописаны каким-то строгим образом смараны». «Нет каких-то ограничений времени, места». И то, что мы обычно переводим как «обстоятельства», под «обстоятельства» имеется в виду «мы». Обычно «патра» означает «мы». «Мы есть то обстоятельство, в котором приходится святому имени действовать. Неблагоприятные обстоятельства, прямо скажем. Но нет соображений для святого имени. Смараны на калахе, нет строгих правил приписаний для повторения его, нет благоприятных или неблагоприятных времен, ни дня, ни года. И все правила, которые в ведические времена рекламентировали духовные виды деятельности, в воспроизводительных имен отменяются. И правила, касающиеся тех, кто достоин заниматься духовной практикой, тоже отменяются. Вот такая полная амнистия. Об этом во многих в Священном Писании говорится очень строго о том, что люди, рожденные там, или тогда-то не имеют права заниматься. Не то, что яги проводить, или поклоняться божествам, или получать гайдры, мантры, про это даже речь не идет. Шастры описывают, очерчивают круг, кто должен, или может повторять их. Остальные по умолчанию не могут. Их немного. Брамы, Накшатры и Вайши. Все. Остальные прикасаться к гайдре, мантре, своим языком не имеют права. Чем я прикасаюсь, когда мы повторяем беззвучно? Умом своим. Но, да, одна из шастер, которую в последнее время цитировали Байшнавы на определенную тему. Брады Важа Самхита говорится, что люди, рожденные в греховное время, в греховных странах, в греховных сообществах и в греховных семьях. Ну, практически никто не попадает под это определение, да, из нас вообще? То есть какие-то отвлеченные здесь категории. Кого из семей тут вообще непонятно. Мы же в очень благоприятное время родились и в благоприятных местах, странах и народах, и в семьях. Вот там говорится, если кто такой есть, кто родился в греховном месте, в греховной семье, в греховной народности или общине, сообществе, в греховное время, такой человек не может развить себе памятование о греховном Господе, не может поклоняться им и не может ему служить. И не может стать его преданным. И об этом же говорится в других местах. В Тэйшима Барба там об этом говорит Делахути. Мы вспоминали вчера один стих, где она перечисляет различные уровни квалификации человека. Нихаят карма дармаяна верагая колпатэ на тиртка пада сэваяй дживана пимри тохи сага. Описывает последовательность стадии развития для цивилизованного человека. Она говорит, человек должен заниматься кармой, не просто бикармой, то, что он хочет делать. Но карма прописана ему как средство, совмещающее его или ее материальное желание с духовным или каким-то прогрессом в удаленной перспективе. Раздавать коров, жертвовать деньги, копать колодцы, сажать деревья, подметать улицу на дороге по Рикраму. Когда идешь вокруг Гавардана и там есть подметальщики, которые подметают, это, конечно, для них служение. И, может быть, они чистые, преданные все, занимаются таким служением с Миреном Войшном. Но в целом есть такие люди не очень привилегированные профессии, скажем так, подметающие улицы. Когда идешь в Гавардан, ты понимаешь, насколько важно это служение, когда в жаркое время идешь и песок раскаляется до красна, а земля под песком, она прохладней. И когда ее сметают, то идти гораздо легче. И там же люди раздают воду, чтобы этим путникам было легче идти. Там во Вриндаване все преданное служение, но во всех других местах Индии и в целом люди, занимающиеся такой благочестивой деятельностью, постепенно возвышаются. Они учатся раздавать все больше и больше, когда уходят во вкус, раздавать все, что отдал твое. Замечено, что чем меньше у человека, тем легче ему отдавать. Чем у него больше, тем ему сложнее отдавать, потому что как бы воду уменьшится. Там уже уменьшаться некому, поэтому они не боятся, нечего. А тут... И вот когда раздаешь, то становишься постепенно бескорыстным. И в один прекрасный день Господь Кришна говорит в Багавангите, рекомендую такую деятельность, отказ от плодов, такой человек может ему посчастливиться, может встретиться с преданным, который у него что-то попросит. Или которому он просто что-то даст. И с этого момента начнется его уже сознательная духовная жизнь. Поэтому она говорит, «Нихая карма дармая», тот человек, которым его карма, поступки, деятельности или предписанный долг не приводит к религиозности, к деятельности, направленной на возвышение. Она сознательно, заведомо не рентабельна. То есть для того, чтобы заниматься дармой, нужно все время от чего-то отказываться, от комфорта, от времени, от внимания своего, от денег, от имущества, от чего-то еще. И ради чего? Каких-то призрачных, эфемерных посул, которые дают на веды. Но мы видим, что такие люди, которые прожили всю свою жизнь, следуя принципам дармы, пусть даже второстепенной дармы, вели себя честно, порядочно, ответственно, с уважением к другим людям, они становятся счастливыми. В семейной жизни. Я приводил иногда пример и заметил, вы в Индии наверняка здесь обратили внимание, когда есть пожилые семейные пары, может быть, не обязательно вайшнавы и вайшнави, но местные жители семейной пары, я в Индии часто наблюдал, когда приходили такими семейными парами, люди, муж и жена в храм. Это уже 75-80 лет, они идут, опираясь друг на друга, рукава, видно, что они прожили друг с другом жизнь, счастливую жизнь. Есть счастье в материальном мире какое-то, оно просто недолговечное, оно не удовлетворяет душу до конца, поэтому оно, и счастье это называется, с большой натяжкой, но оно есть. Оно делает таких людей очень счастливыми, умиротворенными. У них старое тело, но ясные глаза. И ощущение родства души, я вот наблюдаю за одной семейной парой, они, конечно, вайшнавы, ученики Шива Прабхады, я не буду их поменять, называть, но они приезжают сюда на заседание GBC, я наблюдаю за ними, общаюсь с ними уже последние лет 15, наверное, 20, они прожили всю жизнь вместе с 71-го года. Да, бывает такое, знаете, с 71-го года. Вот так они поженились, как Шилл Попад их поженил, тогда вот так они вместе живут. И Мата же уже на инвалидном кресле, у нее были какие-то проблемы, с нервной системой она передвигается на инвалидном кресле, он покрепче, он ее постоянно возит, они вместе всегда. И видно, как они счастливы, что им друг от друга ничего не нужно. Это дарма. Это человек преодолевая, что нужно много, много, что преодолеть, чтобы остаться всю жизнь с одним человеком под одной крышей. очень много нужно преодолеть в себе. Научиться прощать, научиться меняться самому, научиться терпеть, забывать. И что-то помнить, что-то забывать, быть благодарным. Это трудно. Но когда сознание человека, я даже сейчас не говорю про душу, но ум и разум такого человека проходит через вот такой очистительный процесс, трудный, в конце концов, появляется что-то пригодное для духовной жизни. Потому что кому-то человеку уже легче жить ради других бескорыстно, легче уважать, легче замечать других, легче быть счастливыми, радоваться встрече с другими людьми. И тут, когда им на их пути попадаются вайшнавы, и они направляют по своей привычке такое отношение на вайшнавов, это в этот момент становится преданным служением для них. Поэтому она говорит, «Нехая дхарма дхарма я наверагая колпаты», человек, который в ком дхарма не привела к отречению, есть опасность увлечься дхармой и застрять в дхарме, считать дхарму предназначенной для собственного наслаждения, пусть изощренного, изысканного, но тем не менее эгоистичного. Читаешь философов ведического времени, которые считаются эталоном наслажденчества, эталоном материализма. Кто это? Чарвака Муни. О чем он говорит в своей парибаше сутре наслаждение материальном мире? Вот то, что здесь в материальном мире считается эталоном наслаждения, уже невозможно упомянуть в таких изысканных поэтических формах. Язык не повернется. А он говорит как в эталоне материальном наслаждении эльтам критва, эльтам пибет. Ешь больше ги. Не переживай о холестерине. Если можешь, если нет денег, тогда занимай, кради или как-то выпрашивай в долг или просто в подарок, в дар. Но так иначе нужно наслаждаться едой, самой вкусной из которых является приготовленная в ги. И не беспокойся о своем будущем рождении. Его не будет. Потому что твое тело его сожгут. Как там забыл стих звучит? Башма. Он станет башмой или пеплом. И все. На этом конец. Поэтому пока живешь, живи. Эдхаа живет, сукам живет. Пока живешь, нужно жить счастливо. Вот их наслаждение. Сейчас для нас кого-то может быть есть ги в таком количестве. Это будет проявлением отречения. В эрудической клинике иногда кормят ги. Заставляют бить и пить его по увеличивающемуся такому распорядку графику. Сначала 30 мл, потом 60, потом 90. Первые 3-4 дня идет как-то нормально. Потом ты начинаешь уже ненавидеть вид ги, запах ги, и мысль о ги уже от нее тошнить начинает. И потом начинает тошнить от мысли о Чарваке Муни, который говорил пей гей, чтобы наслаждаться жизнью. Но так иначе Древохотик говорит человеку, которому дхарма не приводит к отречению, тот, который не научается жить ради других людей. И в ком потом отречение тоже не высшая стадия, потому что на нем тоже можно застрять на отречении. Тот, в ком отречение не приводит к служению Верховному Господу Тиртхопаде, чьи стопы проявляют Тиртхи, или духовные святые места. Такой человек, пусть он и дышит, он труп. Это просто видимость, что он живой. Он не живет. Признаков жизни в нем нет. Признаками жизни не является способность дышать, или есть, или пить, или совокупляться. Это все делают животные, или как говорит Шукаделла Гасвами во второй песне Багава, разве кузнечные меха не дышат? Полный грудь. Очень на радость к пульмонологам такие у них мощные, дыхательные эти движения. Воздух очень мощно входит и выходит. Он говорит про глаза на глазках павлина, на хвостах павлина тоже, который очень красиво выглядит. Они не смотрят, они не видят. Разве животные не совокупляются, не едят так же? То есть он проводит такой очень уничижительный отрезвляющий анализ жизни. И говорит, в этом нет большого смысла. Потому что даже если мы смотрим на что-то глазами своими, например, на Шишера Дамадову, сейчас разговаривали за просадом с одним удивительным учеником Шрила Прабхады, Бахтарупы Прабху, не знаю, кто из вас знаком с ним или нет, удивительный святой Вайшнав, которому нет вот в нем нет ни капли зависти и гордости. Он очень смиренный, очень благодарный, очень разумный. Он был в составе GBC, как один из ключевых архитекторов нынешнего законодательства. Лет, наверное, 40 уже. А так, встретишь его на улице, не узнаешь. Такие великие преданы ходят вокруг нас. И вот одна из отличительных его черт это то, что он каждое утро приходит на Мангаларте. Несмотря на то, что ему уже за 70 лет и здоровье его не очень, но он приходит каждое утро на Мангаларте и стоит посетить Шишимада Мадовой. И сегодня мы за просадом с ним говорили. Он сказал, а что ты думаешь по поводу онлайн-даршинов? Я спросил. Я пока у меня какая-то мысль появилась, но я хотел узнать у него. Я спросил, а что вы думаете, Бхактарова пробу? Он говорит, это не Даршина. Это все, что угодно, но не Даршин. Потому что Даршина означает, когда ты видишь через какие-то процессоры оцифрованный и пикселированный образ Кришны на твоем. Конечно, да, это помогает помнить о Кришне. Он говорит, без сомнения. Но Даршина, когда ты лично приходишь и позволяешь Кришне посмотреть на себя, это его Даршин, нас, а не наш его, что вы его увидеть не можете. Он не подвластен видению. Но когда мы предстаем перед ним в определенное время, когда он готов, как это молитва, которую Пуджаре произносит по утрам, когда будет божество. так иначе там говорится, что Господь так пусть он озарит, откроет свои лотосные глаза и улыбкой милости смеющимся взором. Знаете, когда человек смеется, у него глаза меняются тоже. Здесь можно закрыть лицо, не будет видно губ, но видно по глазам смеется он или нет. И даже если закрыть глаза, можно, ну, то есть человек, который притворяется, что он улыбается, по глазам будет видно, что он притворно улыбка улыбается. Он по-настоящему улыбается, глаза у него эту улыбку излучают. Вон Господа такие глаза. Он смотрит улыбающимся взором. И в этом стихе говорится, не вспомнился я макговора? Матистха видит. Нету пуджарис среди нас, да? Нет? Никто не повторяет эту мантру? Здесь там нет? Просто вставай! Вставай! На работу пора! Посмотри. Сусафа да прокурно. Сусафа да прокурно. Пуршана последнего слова. Сусафа да прокурно. То, когда мы с этой мантры обращаемся к Господу, то Господь милостиво озаряет нас своим взглядом. На самом деле, даже не мы будем Господа, а Его будут олицетворенные веды каждый раз. И они говорят ему, Господь, пора на работу. Какую работу? Что там? Или позволите мне отдохнуть? Как мы иногда? Ну, хватит, мне еще полчаса. Спасибо большое. Сусафа да прокурно бхагаван вивридга примас митэна найнам бурухам визримбан утхая вишва виджая ячано вишадам мад я герап паная тат пурушах пуранах Перевод Милость Господа Верховного Живого Существа Старейшего и Старых не знает пределов. Я жду, когда Он благословит меня, открыв свои подобные лотосом глаза и улыбнется мне. Мангаларти такое время, когда Господь готов нас видеть. Вообще невозможно его побудить, чтобы он на нас смотрел. Не на что смотреть особенно на нас. Как бы мы не нарядились на Мангаларти. У меня был один очень интересный эпизод поразивший здесь в Майпуре. Я приехал из Австралии и мне там досталась куртка в Австралии такая вот с капюшоном из шерсти. И ярко-ярко синего цвета. Здесь такого даже нет. Синего цвета. Прямо лазурно-синего цвета. Так получилось, что такую куртку мне дали. И я еще никак не мог надеть, потому что цвет совсем мне не нравился. Ярко-синий. нет такого здесь цвета. И я приехал в Майпур, был февраль, было холодно, у меня была другая, потеплее, но потом стало теплеть, 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 и вдруг стало уже жарко в той прежней. И настал этот день икс, когда мне пришлось распаковать, оторвать бирки и надеть эту новую куртку сюда на Мангаларти. Я шел, как это белая ворона, в шафранном доте в этой синей куртке ярко-синего цвета. Я думал, сейчас на мне весьма ипурно они будут показывать пальцем такое несочетаемое сочетание цветов. Я пришел на Мангаларти сюда, встал у своего любимого места. Божества еще не были открыты. Я стоял весь называется на английском self-conscious мнительность на это. Думаешь. И тут еще пришла мысль в голову, что запрещается же в Мангаларти предности приходить в Господа Дашину в синим и красном. А тут я пришел в синим и думаю, что же Господь сейчас? Это же время, когда на всех смотрят? Причем там сколько пар глаз с Молтарь Амадовой Больше? Там восемь гопи у каждой по два шестнадцать И А я спросил сколько пар глаз тогда получается правильно 8 8 и 2 10 и 20 Еще маленькие божества Герраджи Да Вот открывается алтарь Я кланяюсь есть вот в этом переживании и поднимаюсь с думая что же Господь сейчас на все это скажет решит поднимаюсь с пола смотрю на божества и они одеты в свои удивительные одежды очень красивые и у каждого из них и у каждой на плече чадр такого же цвета точно точно такого цвета причем как будто последний момент надеты еще нам нравится нормальный цвет еще хороший цвет реальная история реальная история другая история про цвета которая у нас случилась с Кеши Махараджи мы тоже жили здесь в лотосе на третьем этаже или четвертый этаж что получается и там приветствия божеств мы с Мангаларей вернулись был приветствий божеств а он попросил меня побрить его голову и я его брю и в это время вдруг раздается Гавиндам Адипурушам снизу и вдруг знаете такое ощущение что божества там ребят ничего что вы там не мешаем вам заниматься важными делами я почему вдруг спрашиваю Кеши Махараджа Махараджа я еще не помню не был Махараджа я не помню в любом случае спросил а как ты думаешь какого цвета у Господа одежды сегодня Радамадова в какие цвета одеты он подумал пока он думал я сказал мне кажется желтый и зеленый почему-то а он сказал нет красный и точно точно вот так я пошел пока он продолжал я пошел вниз оделся и пошел спускаюсь тоже захожу в алтарную комнату кланяюсь поднимаюсь смотрю на весь во все глаза и Господь Кришна Он одет в одежде желтый зеленый вот так а Шри Матера драни в красном причем не просто красный а малиново красный вот примерно таком пунцовом вот такой же у меня был синий как этот красный примерно можно себе представить примерно вот такой же цвет по интенсивности и я побежал обратно со всех ног говорил Махараш там иди посмотри а что там иди посмотри и даже объяснять еще не буду пошел пришел с такими глазами вот это да причем именно этот красный цвет который там вот такой я постеснялся сказать потому что слишком как-то конкретно слишком конкретно нет слишком конкретно был цвет вот тут он слишком конкретно он мне таким предстал я не хотел конкретизировать просто сказал красный вот так божество иногда мы потом обсуждали с ним этот эпизод и поняли что Господь так деликатно нам намекает что все-таки в это время лучше заниматься лучше к Мендашин приходить это мой Дашин я хочу вас видеть но суть в том что мы не можем видеть Кришну своими материальными глазами мы об этом говорили с Бахтарупой пробу что даже экраны на наших компьютерах они не по большому счету глаза не слишком сильно отличаются от экранов по методике и по технике технологии воспроизведения изображений что там пиксели что здесь что там весьма условное отношение к образу Господа имеет изображение на экране что здесь здесь трехмерно оно как-то оно чуть более детальное но оно так же мертво пока Господь не оживит его своим желанием пройти проникну через это изображение его отражение в нашем материальном сознании наших чувствах своим присутствием и присутствие его вдохновляет на его присутствие в нашей жизни преданное поэтому начали об этом говорить с ним как важно с преданными быть рядом Кришна смотрит туда где стоят его чистые преданные всегда туда он смотрит уже сам непосредственно и те кто попадает в поле его зрения оказываются также засвеченными его милостью просто потому что оказались рядом с чистым преданным и поэтому Девахути говорит тот к вам отвечение не приводит к тиртапада сева я и служение лотосным стопам Господа дживана пимритос и сага они мертвы хоть и дышат мы можем пользоваться этой возможностью находиться в поле зрения Кришны здесь в Майпуре в других местах приходя на Мангаларати потому что Господь выполняя желание чистого преданного сможет если даже он не захочет но он сделает это если если мы просто будем следовать этим наставлениям Кришна будет очень милостив очень милостив расположен к нам как в истории с Турвасой Муни он пришел вернее прибежал на планету Вайконхи и Господь Вишну увидел его и Господь Вишну как мы знаем из этой истории сказал ему что я тебе ничем не могу помочь ты просишь чтобы у меня чтобы я послушал выслушал твои молитвы чтобы я обратил внимание на твои на твои беды на твою опасность для твоей жизни чтобы у меня было сердцу проникнуться состраданием к тебе но извини у меня нет ничего этого у меня нет глаз у меня нет ушей у меня нет ума у меня нет сердца потому что я все отдал своим преданным Если хочешь достучаться до меня, хочешь, чтобы я на тебя обратил внимание, то ты должен идти к ним. И через них, обращая свои слова через них, ты сможешь добиться того, чтобы я тебя услышал. Так же, как Господь Читания Махапрабу в истории с Гопенаткой Патанаикой, которого обрекли на смерть из-за оскорбления принца, они там повздоролились за коней, тот не хотел давать большую цену и пытался как-то цену их принизить, а тот возмутился и стал подразнивать над принцем, думая, что его знакомство с царем, его личное знакомство с царем, его защитит. Но так или иначе, они вот так поссорились. И когда его возвери на Чангу были готовы казнить, преданные стали прибегать со всех ног Господу Читания и умолять его вмешаться. И Господь Читания отказывался это делать. Он говорил, что вы просите у меня невозможное, чтобы я пошел к царю и выпросил у него фактически то пожертву, то все части налога, которые Гопенатка Патанаик себе присвоил, то бессон соучастникам казнократства. Что вы думаете, что вы спрашиваете у меня вообще? О чем вы спрашиваете? Так ему и нужно. Каждый, кто зарится на имущество царя и государства, подлежит суровому наказанию, говорит Господь Читания при одном. Поэтому, если еще раз ко мне придете, я уйду отсюда, больше никогда не приду, я уйду в Валананадх, чтобы вы меня не докучали своими просьбами. Но Кришнарский врач Госвами объясняет, что просто потому, что предан донесли до сознания Господа Читания беду Гопенатки Патанаик, он был спасен. Господу Читанию даже не нужно было ничего делать лично, реагировать. Просто потому, что они донесли до него, поставили его в известность. Он всеведущий. Как Господа можно в известность поставить? Он всеведущий. Он так все знает. Это мы знаем только потому, что Он знает что-то и дает нам это знание. Он говорит, от него исходит знание, память и забвение. Но как в истории с преданными, в общении с преданными, там меняются они ролями. Кришна притворяется или не искренне, не притворяется, но по-настоящему проявляет себя как незнающий. И говорит, я знаю только то, что знают мои преданные. Так Господь и сказал Дурвасимуне. Я не могу услышать ничего. Что ты говоришь? Ты что-то говоришь? А, что? Как в том историческом анекдоте. Это реальная история, когда Державин пришел к... По-моему, это был граф Потемкин. Он был туг на ухо. Там не было слуховых аппаратов. И он пользовался слуховой трубой. И Державин пришел к нему на Даршин. На аудиенцию. И он что-то стал ему говорить. И ему предупредили, что граф Потемкин сегодня чувствует себя лучше, лучше слышит. И он пришел к ним и сказал, я рад, что ваше сиятельство изволит меня лучше слышать. И граф говорит ему, что? Тот говорит ему, я рад, что ваше сиятельство изволит меня лучше слышать. Он говорит, что? Я рад, что ваше сиятельство изволит меня лучше слышать. Говорит громко Державин. Тот берет слуховую трубу, вставляет себе ухо. И говорит, в раструб туда кричи. И тот кричит в расступ. «Я рад, что ваше сиятельство изволит меня лучше слышать». И граф в отчаянии от досады откладывает трубу, дает ему доску и мел. И тот пишет на доске. «Я рад, что ваше сиятельство изволит меня лучше слышать». Вот примерно так же Господь к нашей молитвы относится. А поэтому мы пишем записки на крышу. Потому что Он не слышит, если эти молитвы не передаются чистыми преднами или словами чистых предных. Как сегодня мы пели этот бхаджан, 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 такуру. Кто из вас понял, о чем этот бхаджан? Какие-то отдельные слова там, может быть, где-то понятно, да, примерно. Но точно мы, может, не поймем. И не надо. Мы даже не прочитали перевод. Шрила Прабхадда говорит, что бхаджан и бхаджан и такуру других ачарев, они как гром во время молнии. Они одновременно и просветляют, вспышка молнии рассеивает тьму вокруг на мгновение. А потом гром будет нас от сна материального существования. Вот так. Поэтому Господь говорит Дурвасимуне, я не знаю, что ты там говоришь, что ты слышишь, что ты чувствуешь, сопереживать себя. Я тоже не могу проникнуть за твоим страданием, тоже не могу нечем думать о тебе и нечем сострадать. Я все отдал своему преданному. Тогда возникает резонный вопрос, а кто же со мной говорит? И тут ачаря объясняет, что единственная причина, по которой Дурвасимуне увидел Господа на Вайкунхе, была в том, что Господь Шива сказал им, иди на Вайкунху, там Господь. Он пришел, и там Господь. Почему? Потому что Шива сказал. Только потому, что он сказал. Если бы Шива не сказал, он бы никого не увидел там. Вообще. Да поскольку чисто и приятное сказал Господь Шива, что там, на Вайкунхе, Господь, иди, ты там его можешь увидеть. Ему пришлось проявиться. Как это сейчас используются, голографические приемы, голограммы. Как бы он, и как бы не он одновременно. И он говорит там в одном из комментариев, Мишанат Чикавартакур, по-моему, говорит, переводя для нас, расширяя слова, детализируя этот разговор для нас, он говорит, вообще я не знаю только то, что знают мои преданные. Я больше ничего не знаю. У меня своего отдельного знания. Я даже отдельной свободой своей не могу похвастаться, потому что моя свобода, она целиком в руках преданных. Она условна, она ограничена их желаниями. Что они со мной хотят, то они и делают. И поэтому, если он скажет мне простить тебя, я прощу. Но он не скажет, пока ты его не попросишь. Он же не знает, чего прощать, если он тебя виноват в ней. В этом опасность общения с чистым преданным в том, что они иногда и не знают, за что у нас нас простить. Они не чувствуют обиды или оскорбления. И поэтому у них невозможно вымолить прощание. Они искренне не понимают, за что у вас. Все нормально, мало, все так нужно. Мало даже было. Надо больше было. Спасибо тебе большое. Все, это уже безнадежная ситуация. Невозможно вымолить никак. У них прощание, потому что они его не замечают. Нужно так умудриться оскорбить, чтобы они заметили. Попросить прощания. Очень опасно. Поэтому в этом стихе Господь говорит, вернее, Абрам обращается к Господу, говорит, пусть же Господь откроет свои глаза и явит миру свою улыбку и свои речи, которые избавляют нас от уныния материального существования. Вот мы приходим сюда, на Мангларти, Кришне, чтобы Он смог и захочет нас повидать. И Он хочет, потому что там Он связан с желаниями чистого предного. Пропада сказал, приходите на Мангларти. Там Вы сможете увидеть Кришну и помнить о Нем в течение всей жизни, всей всего дня. И так и получается. Приходим, и Он запечатляется в нас, потому что Кришну и Попада Его об этом попросил. А нам пообещал. Поскольку Он нам пообещал, Его попросил, вот так, как бы получается, уже надежно. Но мы отвлеклись. Я, правда, не знаю, от чего мы отвлеклись, потому что мы от многого чего отвлеклись. Мы говорили о воспевании своих имен. Точно, по-моему, начали говорить об этом. О Святой Дхаме. Об Акторубе Прабу. Да, вот мы говорили о том, как важно для преданных приходить. Еще один важный аспект Даршина. Это то, что, похоже, что на Прабу мы сегодня другую тему начали говорить. О важности поклонения Божеством. На Святом Дхаме сейчас тоже скажем. Стих у меня по-прежнему на экране. Еще один важный аспект Даршина в Божестве, это то, что мы прилагаем усилия к тому, чтобы их увидеть. Когда мы прилагаем усилия к чему-то, это то, что мы получаем ценой усилий, становится нам дорого. И поэтому, говорится по Амбаришу Махараджи, что Он задействовал многие в служении Кришне, приходя в рамы. Когда идешь какое-то долгое время, преодолевая препятствия, может быть, даже, потому что для этого нужно проснуться, помыться, спуститься по ступенькам, пройтись по дорогам, пройтись сквозь толпу, может быть, там как-то ускорить шаг, если мы опаздываем. Очень важно ускорять шаги, когда мы идем на Даршину Кришне и ускоряем шаги, чтобы не опоздать. Мы, может быть, опоздаем, но, как говорится в описании качества Кришны в сороковом качестве нетероприятности, Кришна очень благодарный. И Он ценит, как Усила Пападна говорит, не само служение, потому что совершенно Ему служить все равно невозможно, а усилия, вернее, даже не так, а любовь, проявляющуюся в усилиях. И когда мы к чему-то прилагаем усилия, особенно отчаянные усилия, особенно усилия, которые, может быть, вразрез с нашим комфортом, что мы хотим чего-то достичь, это что-то для нас является ценным. Или кто-то. Когда мы ускоряем шаг, чтобы попасть в Кришне в Даршину вовремя, до того, как заманайские будут открыты, чтобы открылись, а мы там. Они так открылись, он стоит, потом кто-то приходит. А кто-то к кому приходит здесь. Это радует его. Поэтому царь Амбариша приходил на Даршину Господу ногами, руками убирал храмы и голову склонял. Где это в 10-й песне Бхагава, там Махаража Парикшина говорит, что настоящая голова, это голова, которая склоняется к стопам. Настоящие руки, это руки, которые служат, настоящие глаза, это те, которые видят Кришну и стараются видеть Его. Настоящие речи, которые Его прославляют. Вот это тогда в Упанишаде говорится, что Господь, Он глаза-глаз, Он речь речей, Он прана-праны, Он уши ушей, Он ум-ума. Он наполняет все эти чувства их способностью действовать. Поэтому, когда мы приносим их с утра к Кришне, там все задействовано. И руки, и ноги, руки, чтобы какое-то пространство себе чуть-чуть обеспечить. Ноги, и голова, и туловище, и глаза, и уши, и мысли, и все остальное. И все задействовано. Потом тактильное чувство, когда начинает относить лампаду, а ты стоишь перед Нарасим Хадевой, возле этой колонны, за ней уже, то есть, назад не отойти, и преданное, которые проносят этот раскаленный светильник вокруг. Бывает так, перед носом, очень зримо присутствует Кришна, Господь Нарасим Хадев, в жизни. Чувствуешь Его бау в этом огне. Все задействовано. Потом мы помним о Нем в течение дня и другим рассказываем. Я сегодня пропустил Нарасим Хадев. Это моя компенсация за то, что я не попал сегодня. К сожалению. Про Иштита. Но все эти методы преданного служения становятся по-настоящему живыми и действенны в векале только благодаря воспеванию своих имен. И поэтому мы говорили в самом начале, что святое имя можно отменить все строгие правила приписания. Мы процитировали Барадважи Самхиту, где говорится, что человек, который не родился в благочестивой семье или благочестивом месте, времени, он не может быть преданным Кришне, не может думать о Нем, не может поклоняться. Он так конкретно и говорится. Не может хранить его своим сердцем. Но святое имя Господь отменяет все эти ограничения. И делает всех тех, кто соприкасается с Ним, удачливее даже тех, которые идут по велическому пути, как положено. Добросовестно исполняя все обязанности на каждой ступени. Поэтому в конце своего разговора с Капилла Девы вначале она говорит об этом. Потому что она говорит об этом... Помнишь, не Капилла Деве? Кого она говорит? Кардами Муни или Капилла? Я помню, Кардам Муни говорит об этом. Нихая карма дар моя. А потом в конце она говорит Капилле Деву уже, осознавшая истину. Белохути говорит знаменитый стих. Она говорит, что люди, которые хотя бы раз прикоснулись языком к Святому имени Господа, им уже во-первых в предыдущем стихе она говорит, они обретают право совершать джетоприношение. Швадо означает немедленно. Швадо означает немедленно. Калпате означает, удостаивается право или квалификация заниматься физическими животоприношениями. Сразу, как только он прикасается к Святому имени. Кутахпунашчя бхагавану даршанат. Что же говорит о тех, кто видит Кришну непосредственно воочию. А в следующем стихе она объясняет, почему все-таки те, кто из касты неприкасаемых житоприношения не проводят. Она говорит, для них это уже пройден этап, они уже все провели. Для них это не интересно. Они на это не размениваются. Они в это не верят. Это пустая трата времени. Они могут, но не хотят. Поэтому она говорит, как удивительно. Ахобото это восклицание. Ух ты! Что-то вроде этого. Удивительно. Как удивительно, что Ахобото Швапачо, даже человек-собакоед, Яггариян, становится великим. Гуру Пуджья. Становится достойным поклонением. Ахобото Швапачо Тогариян, Ягджихва Гринама Вартатынама Тубьям. Тот, на чем в кончике языка хотя бы раз появился Господь. Тепусто пасте, он должен считаться уже совершившим все эскезы. Тепусто пасте, Зухову все жертвоприношения уже провел. Есть очень сложные жертвоприношения. Нам Гоби Парандана рассказывал. Все это лет, наверное, 60 или 70 назад в Индии была совершена попытка совершить самое простое из видов Сомо-Яги. Там целая деревня должна была в течение чуть ли не года собирать ингредиенты и готовить. Нужно просто рисовать эти фигуры, строить огромные сооружения, сделать специальные инструменты, собирать ингредиенты очень дорогие и редкие в наше время. Целый год. И что в результате этой Сомо-Яги, которую как раз говорится Бхагава, там мудрецы на Миширане хотели Сомо-Яги провести, чтобы вес век хали немножко отодвинуть, чуть-чуть его откатить назад. Не смогли, они только закоптились, так говорится, они и прокоптились, такие копченые сады получились. Они покрылись сажей, это единственный результат всего того, что они делали. Но когда Святое Имя проникает в этот век, оно рассеивает век хали, и качества, которые делают людей несчастными век хали, рассеивают их и делают их счастливыми и удачливыми. Поэтому там, в духовном, не в духовном, а на высших планетах, устраивается очередь из желающих попасть сюда. Полубогов, которые, в Бхагава там говорится, хотят воспользоваться благом, который несут век хали, несут век хали. Благом, что за одно Святое Имя или за простой процесс повторения Святых Имен человек обретает самые возвышенные уровни духовного совершенства, недостижимые никакие другие эпохи, никакими другими методами. Вопрос, а почему в этот век это действует? А раньше люди не знали об этом и не пользовались. И Джива Госфами объясняет, что они знали, но они считали это слишком легким, поэтому, скорее всего, ненадежным, неправдоподобным. Слишком легко. Как есть такое выражение на английском? Too good to be true. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком хорошо. Что-то есть какой-то подвох. Может, это при увлечении. Это называется атишайокти или как это называется? Артхавада. Это когда что-то превозносит до небес. Это самое лучшее. Если ты будешь каждый день есть имбирь, то ты... Потом это сага этого имбиря. Если будешь пить коровью мочу, и там целая поэма. Го мутрам мадгури махима. Или махима мадгури. Сладостная слава коровью махи. А то еще бывает свамутрам махима мадгури. Я не буду переводить. Для знающих понятно. Адхавада. Нужно людей вдохновить на что-то. Или, как у нас говорится, иногда развести. Или зашатить. Такое слово использовать. Да. А тут нет. Что бы ты ни сказал про святую имя, любое слава, которое относится к Кришне, относится к Нему. И поэтому люди прежних эпох, пригодные для совершения житоприношения, аскез, пригодные для постижения вед, пригодные для изучения упанишат и пригодные для развития отречения, они могли тем сложным путем идти. В наш век или в то время, когда они узнавали за о том имени, думаю, слишком просто. Слишком просто не может быть это. Сопоставим по эффективности с этим всем, что мы знаем и что мы умеем. Это, скорее всего, для детей. Сказки для детей. Поэтому очень важно, что в наше время, это милость Кришны. Люди какие? Вздорные, ленивые, раздражительные, неудачливые. Плохая память. Хорошая память? Запомнили, что у нас плохая память. Это что коллективно? Это все эти качества вместе взятые, что это? Это квалификация для повторения святых имен. Потому что нужен метод, который, если мы вздорные, чтобы он нас мирил, объединял в чем-то совместном, где никто никому не завидует, просто все вот что-то делают радостное вместе. Санкирта, мы вчера обсуждали, означает бахубирма, литва, когда люди собираются вместе и от радости, от общения с другом поют. Кришна Ганнам, Тадгана Сукам. Это как Санкирта, Джилга Сави так определяет. Метод, который неудачу в удачу обращает. Гауранга, пробуя на своей лекции, недавно говорил, что преданные всегда пользуются прибежищем святого имени, чтобы не происходило радости, горести. Хареи, Кришна, Хареи, Кришна. И на этом заканчивается Шимадбхагаватам. Он говорит, намах санкирта на ясья, сарба-папа пранаши нам. Пранамам седутка шаманам я намами харим, там намами харим парам. Я поклоняюсь Верховному Господу. Намасанкирта на кого? Чьясанамасанкирта на рассеивает все невзгоды века Кали. А до этого, в низкими стихами, раньше говорится, что «Скалитах, патитах, чартах, шутвава, ивашо, гринах, хареи нама ичучхайр, мичанты сарва патакат» Человек избавляется от всех грехов. Если даже непроизвольно, чихая, кашляя, подскальзываясь, падая, испытывая острую боль, говорит «Харея Кришна» или просто говорит «Кришна, го винда, го пау». И это в радости и в горести. И он говорил, что мы принимаем прибежище в этих всех поворотах судьбы. Они все дают нам повод Кришну вспомнить. С благодарностью или с надеждой. Поэтому Бхагава там говорит так. Даже с мимолетным соприкосновением, со святым именем, человека освобождает. Поэтому неудачливые становятся удачливыми, вздорные становятся друзьями, учатся дружить. Один раз в Шириппаде прислали письмо из храма из Лондона, по-моему, мне сказал про Бхавишну пробу, это было в Лондоне. И пожаловались про Бхагава на плохие отношения, хронически плохие. И Бхагава написал обратно, сказав «И мало кертана по йоде, по йоде надо пить кертана больше, это лекарство от плохих отношений с пленами». И неудачливость в удачу, как мы сказали. Лень, как можно лень? Тут уже сложно, да. А что лень может противодействовать лене? Что что-то очень быстро происходит. Сейчас люди пользуются всякими смарт-технологиями, чтобы меньше было шевелить пальцами. То есть они уже голосом надиктовывают, вместо того, чтобы пальцами набирать. Или дом умный, ты просто глаза навел на выключатель, он включился. Если бы еще люди умели умом контролировать свой одновременно. Поэтому я со страхом жду того времени, когда люди умом будут управлять все вокруг. Я не знаю, что будет. Я точно к этому никогда не подключусь. Управлять бы умом для начала научиться, чтобы потом им что-то еще управлять. В век Кали как раз благословение, что мы ничем умом не управляем. Потому что говорится, что человек не может управлять умом, поэтому он не ответственен за то, что он думает плохие вещи. В век Кали. А то, что он думает хорошие вещи, это редкое событие. А до этого он получает большое благо духовное. В этот век только для того, чтобы получить последствия за плохие вещи, нужно их по-настоящему совершить. Только тогда приходит реакция за них. Но вот лень, как Святое Имя Господа противодействует этому, она приносит быстро результат. Мы нетерпеливые и ленивые, и нам нужен сразу результат. Так и происходит. Кто из вас получил результат сразу, когда он начал повторять Святое Имя? Врач-то эксперимент, да? Я могу тоже руку поднять. Да? Поэтому здесь. Потом, правда, уже когда рекламный период заканчивается, потом уже начинается другая история. Вот так Святое Имя Господа все эти качества века Кали противо нейтрализует. Делать из неутачливых, удачливых, из ленивых, делают вдохновленных. По-прежнему ленивых, но уже вдохновленных ленивых. Из вздорных, делают очень миролюбивых и дружных. И долгая жизнь, продолжительная жизнь, как с ней быть. Про Ян Алпа-Юша, Алпа-Юша, что мало жизни. С этим как бы жизнь продлевается. Когда-то не особенно заметно. Причем они внезапно уходят. Вот мы сидим в этом доме, и я помню очень хорошо те месяцы, дни и месяцы, как Мата Жи Абьярчи здесь жила с Гамидой Датты Прабу. В квартире напротив, да? На этом этаже. И она ушла в достаточно молодом возрасте. Служила Ширине Рандшине Махадажу. Готовила, уже больная, приходила к нему. Потом он перестал приходить к ней сюда. Посещать ее здесь она лежала. И потом, после ухода, он участвовал в процессе. И Гангу, я тоже был вместе с ним внезапно. Но что с этим быть? Иногда мы говорим, повторяйте Харе Кришну, будет вам продолжительность жизни. Но мы не говорим, какая. Сложно предсказать. К тому же, Кришна, как мы знаем из слов Баладьяви Дебушина, иногда сознательно вмешивается в жизнь своего преданного. И все на свой лад в ней переначивает. В том числе и продолжительность жизни. В обе стороны может быть. Может быть и длинная, более длинная жизнь. Может быть и более короткая. Но обычно он ее как-то... Я не буду говорить, что... Он к себе приводит быстрее преданных. Он так объясняет. Ему становится не втерпеж, когда же преданный придет ко мне. Он вмешивается в его жизнь и забирает к себе. Особенных преданных. Особенных преданных. Тамал Кришна Мараш тоже. В 2002 году он ушел, да? Или первом? В втором году. В втором или первом? В втором году. Здесь в Майпуре тоже было. И пришло это известие. После Манглара сделали срочное объявление, что он ушел. И я потом нашел письмо Шире Прабхупаде. Тамал Кришне, где он пишет еще тогда молодому Тамалу, еще не Саньяси. Прабхупада пишет, что я очень доволен твоей проповедью в Сан-Франциско. Желаю тебе прожить сто лет. Он говорит, Тамал Кришна Мараш прожил немногим больше к 50-55, по-моему, было. Но, добавляет Шире Прабхупада пророчески, но как только Кришна признает что-то служение, он сразу призывает его к себе, иди ко мне. И так и было. Сейчас вспоминаю, как он приехал сюда первый раз после долгого перерыва, привезя с собой первую группу преданных из Китая. Та миссия, которую ему Прабхупада дал здесь таким драматическим образом. сказал ему, ты либо вот сиди здесь в Майпуре и повторяй джапы, больше ничем не занимайся, либо езжай в Китай и проповедуй. Твой выбор. Прям как в том эпизоде из фильма известного. Девочка, маленькая моя, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу? На дачу хочу. Ну видишь, хочет на дачу человек. Помните, да? На дачу она захотела, конечно. Умная девочка, пока голова у нее была. Поняла, что лучше. Ну то тебе. Так ласково. Пропад сказал, что ты хочешь. Сидя здесь в Майпуре и повторяй джапу, ощущая, что ты меня этим самым очень сильно разгневал. Он так сильно разгневался, что у него губы дрожали и руки, когда он над Амал Кришной разговаривал. Либо поехал в Китай проповедовать. Амал Кришна Махараш принял правильное решение. Пропада после этого разговора с ним, после этого ему сказал, когда он удалился, он по-моему кому-то, он сказал, рядом с ним был что-то, типа были кто-то. Он сказал, он самый разумный из всех них, Амал Кришна. Просто вот такой вот строктивый, поэтому нужно его. Пропада наводил ужас на своих учеников, даже на таких, на тех, кто наводил ужас на всех остальных. Были у него очень много таких, реально очень, когда слов не подберешь, очень строгих и очень сильно характерных людей. Есть, естественно, лидеры, которые строят и равняют на раз других. Тамал Кришна Махараш был таким. Много других было таких же. Парупады были выше на сантиметров на двадцать. Большие, молодые, дрожавшие, как зайчики перед Шивой Парупадой. Потом послал его в Китай, когда Тамал Кришна Махараш после долгих трудностей в Китае привез с собой первую группу учеников из Китая и предложил их в комнате Шивой Парупады. Говорит, вот, вы послали, я вернулся, вот ваши трофеи из Китая. В этот раз он ушел. Парупады сказал, когда признает Кришное служение, все, иди ко мне. Так что продолжительность жизни, в чем ее преимущество? В том, что у нас есть повод быть, как сказать, отчаянными. У нас есть, мы не знаем, когда с нами что случится. У нас есть повод все время принимать прибережь с того времени. Всегда. Никогда не знаешь, когда что случится с кем и когда. На Гангеле, на базаре, в больнице, в машине по дороге, где-то на скутере, где угодно. Что угодно может случиться. Поэтому Святое имя Господа, милость его стоит и с нами всегда. Если мы позволяем ему постоянно помнить и повторять его. И тем самым делает нашу жизнь максимально длинной. Достаточно длинной для того, чтобы достичь совершенства. Вот в чем ее преимущество. Она не короткая, не длинная, а достаточно длинная для того, чтобы достичь совершенства. Она также достаточно длинная для того, чтобы идти в мае с такой же легкостью. Ее может хватить вполне на этом. И выбор за нами. И поэтому, если уж мы к этому моменту, к этой важной теме подошли о Святом Имени, мы начали говорить, то ключом к Святому Имени является, разумеется, следующая шлока из Шикша. Он говорит, что это надо писать ничь, и на второе писать хишина, аманина, аманина, аманада на киртания, асуда ахарих. Которую Господь Читания Махапрабху и Кришнинадский вираж Госвами вслед за ним сказали, нанижите эту шлоку на нити, носите на шее. Так вы о ней никогда не забудете. Господь Читания связывает в век Кали этот метод и его действенность с определенной квалификацией. Как и любые другие методы, чтобы заниматься медитацией долгие годы, нужно иметь, по крайней мере, хорошее здоровье, чтобы сидеть долгое время на одном месте, чтобы ни ноги, ни спина, ничего не болело. Нужно иметь веру огромную в этот процесс, потому что ее должно хватить на 60 тысяч лет, и сколько там нужно сидеть и ждать. Должна быть обстановка вокруг очень хорошая, должен быть чистый ум, спокойный. Очень много должно быть квалификаций соблюдено. Также и в два пара-югу ежетоприношение имеет определенный список требований, свой райдер для того, чтобы все произошло. Потому что век третий, или два пара следующие в нашем цикле, требуется тоже определенная квалификация чистоты, пунктуальности, веры и щедрости на поклонение божествам. Поклонение божествам, в первую очередь, предназначено для грехастых. Потому что у них должно быть место приложения своих богатств, которые они зарабатывают. У кого что? У всех есть деньги какие-то. И каждый пропорционально тому, как он живет, должен поклоняться Кришне. Не то, что ты живешь в пятиэтажном доме и от Кришны кормишь солеными огурцами. Не так. Заготовленный впрок. И по одному достаешь каждый день. Нет. Там говорится, по сезону нужно предлагать фрукты. И нужно сообразно своему экономическому состоянию поклоняться Кришне. Так, чтобы он был центром жизни. Потому что, еще раз, туда, куда мы направляем то, что мы делаем центром предложения наших усилий и наших денег, становится для нас очень важным. То, на что мы потратили самое большое количество денег в нашей жизни становится самым важным. На что или на кого. Тоже возможный вариант. Когда люди говорят, особенно мужчины, женщины, говорят, моя дорогая, они не врут. Они очень искренне. И очень конкретные. Они точно знают, насколько вы дороги им. Правильно я говорю или нет? Извините, дорогие греховцы. Я по наитию, у меня нет права на эту тему говорить. Тем более шутить. Но шутки на эту тему распространяются. Как-то даже на нас. Поэтому нужно так поклоняться. С таким же чувством. А веккали в чем квалификация? Мы уже сказали о частичной квалификации, о том, что мы несчастны. И на что другой у нас надежды нет. А теперь, чтобы надежда появилась, Господь Читая Махапрабху говорит в этом стихе, Он очень точно, грамматически выражает, что описывается. Он говорит, нужно, Святое Имя Господа соглашается быть повторяемым. Киртаниях означает, это особый оборот глагольный, который означает что-то, что пригодно для совершения какого-то действия или что может быть достижимо с помощью какого-то действия. Вачания означает то, что можно выразить в словах. А нервачания означает то, что невозможно выразить в словах. Или смарания, тот, что можно помнить. Или шаранья, шаранья означает тот, у кого можно и стоит принимать прибежище. Примешь прибежище – не пожалеешь. Ты будешь надежно защищен. Как важно преданным, которые играют в роли духовных лидеров или административных лидеров, быть таким прибежищем, что преданные, приходящие к нам за помощь и поддержку, не жалели об этом. Или те, которые оказывались под нашим административным или духовным руководством, не сожалели об этом, не раскаивались, не думали как бы от него скользнуть. Шаранья означает тот, кто дает чувство ценности, чувство безопасности, чувство цели и чувство сопереживания, или как правильно, того, что он болеет за твой духовный прогресс. И даже если он говорит тебе что-то неприятное, это ради твоего блага. Вот так. Это Шаранья. И Господь Кришна в образе Святого Имени в этом стихе Шипшаш таки описывается словом каким? Киртаниях. Это означает, что его можно… Он поддается прославлению. Он соглашается быть прославляемым. Киртаниях сада харихи всегда. Господь харихи – киртаниях. Может быть прославляемым только человеком сада всегда. Когда каким-то человеком. И дальше все в творительном падеже. Тем, кто… Тринада Пису ничина, смиреннее. Тем, кто-то смирение от травинки. Тринада означает солома на улице. А травинка, вернее. И Кришне преданное должно быть еще смиреннее. Ничем травинка. Бхактима Токур говорит, как солома. Солома от смирения травинки. Потому что солома не подскакивает, когда на нее встают. Тринада встает снова. Наступаешь, она раз и снова распрямляется. Через какое-то время. Или другое объяснение, что травинка из своего ложного эго такая, смиренная. А преданно-свобожденная душа. И он должен быть смиренным из своего сознательного выбора, а не из ложного эго, который делает его смиренный. Так есть вот смиренные люди, а не просто вот смиренные. Потому что, как сказала одна государственная деятельница, Голда Мэйр, первая премьер-министра Израиля, она сказала одному дипломату. Сказала, что не будьте таким смиренным, вы не такой великий. Чтобы быть таким смиренным. Не будьте таким смиренным. Не такой великий вы. Преданные, они по своей свободе в воле смиренно себя ведут. У них есть возможность вести себя как угодно, но ведут они себя вот так. Тринадо Пису Ничину. Тринадо Пису Ничину. Те, кто терпеливее деревом. Как можно быть терпеливее деревом? В отличие от дерева, который стоит на одном месте и терпит. Преданные ходят и терпят. Или подходят сами. В отличие от дерева, которому нужно обратиться за тенью, или за водой, или за фруктами. Не водой, а за фруктами, и за прибежищем, за древесиной. И просим, он не ропчет. А преданные сами приходят. Людям, которые могут потом с ними обойтись несправедливо или неуважительно. Вот так. И третье. Аманина. Тот, кого невозможно оскорбить. Потому что на себе ничего. В нем нет чего-то, во что вы могли бы попасть вашими острыми словами. Нет такого. Нет мишени для уязвленных чувств. Там нет ничего. Потому что он о себе не думает. Как о том, кого. Чтобы вы не сказали про него, все будет правдой. И Манадена. При этом готовы оказывать простение другим. Вот такой может таким человеком, в творительном падеже, Святое Имя Господа соглашается повторяться постоянно. Понимаете, в чем, знаете, здесь речь идет не о... Там вообще не говорится о том, по отношению к кому он должен себя так вести. Вот эта грамматическая часть речи вообще отсутствует там. Там говорится о том, какой он по отношению ко всем другим. И не уточняется, кому ко всем. Но однажды в Шилу Пропаду спросили, Шилу Пропаду, а есть ли в Шишаш таки о духовном учителе что-то? Если там все есть, что нужно для духовной жизни. Господь Читания дал полную программу. От Шрады до Премы. В 8-ми стихах. А духовный учитель где там? Там есть духовный учитель? Тринадапису Ничина, Тарураписахишнина, Амананаманаданакиртаньяхадахарих. Это о нем. В первую очередь духовном учителе. По отношению к нему. Нас на всех не хватит. Вот так. То есть не нужно себе заведомо ставить такие прям невыполнимые задачи ниже соломы. К этому нужно прийти. Но нужно эту цель помнить. И не обесценивать ее. Не превращать ее в адхаваду. Типа ну да, понятно. Прославление. Нет. Но по отношению к кому-то мы хотя бы должны так себя вести. Вот так. К одному человеку хотя бы. Кто это пропадает? Духовный учитель. Смиренные травинки терпели бы дерево. Не ожидая никакого почтения к себе со стороны духовного учителя. И отдавая всякое почтение ему. И через поклонение ему таким образом. Обращение к нему таким образом. И через такое отношение к нему. Отношение к его наставлениям. Или к ее наставлениям. Потому что они могут приходить в разных формах. В том числе и как в Айшнаве могут быть духовными учителями. Мы обретаем способность относиться так ко всем остальным. Вакцинат Акур говорит. Сакалы саману корите и шакати деху над хаджат хаджат хатаби то гаиба харинамасуки аппарада хабихата. Я молю тебя о господин духовный учитель. Пожалуйста надели меня способностью почитать все живые существа. Только тогда я смогу воспевать святые имена Господа в экстазе. И все мои оскорбления прекратятся. То есть мы через гору и через его милость получаем силу, способность относиться к другим правильно. А если мы не действуем правильно, то очень огорчает духовного учителя. И он добивается от нас правильного понимания, правильного поведения. Как правупада его ученики приехали во Фриндауна в первый раз и стали отрываться там на местных жителях. По-американски. Вчера мы в GBC выражали благодарность нескольким членам GBC, которые ушли не в отставку, но передали полномочия GBC другим. Скажем так, Ниранжана Махараджи вчера ушел из GBC, Шилардат Махараджи вчера ушел из GBC. Мадыж Матыш Малти ушла из GBC вчера. Бхакти Бушана Махараджа и Бхакти Марксвами. Пять членов GBC в один день сложили себе полномочия. и почему это все рассказала я хотел вспомнить а, и там говоря о Бхакти Бушане Махараджи, он из Германии со мной, проходит Латинской Америки один Кс.Ж.Б.С. сказал когда Бхакти Бушан Махараш приехал в нашу страну из Германии он про него стали он тогда еще не был про него стали говорить вот первый смиренный немец к нам приехал первый смиренный немец не в обиду будет сказано Бхакти Бхай Махараджи, сказал Твари Шнав вы тоже смиренный Махараш, но про Бхакти Бушан Махараджи так говорили, первый смиренный немец к нам приехал вот так, и это означает что? что Кришна делает зависимым Господь Штан делает зависимым нашу способность повторять святые имена от поклонения духовному Учителю, который наделяет нас способностью относиться с почтением ко всем другим живым существам истинное смирение появляется из этого там его корень там его место рождения служение духовному Учителю поэтому Шиладжи Бога с вами говорит, что когда возникает выбор быть смиренным по отношению ко всем остальным там, всем, всем, все что нужно делать бывает так вот, знаете всем хочется услужить или служить духовному Учителю и служение ему, может быть, идет в разрез со всеми остальными служениями он говорит, ни в коем случае нельзя приоритет оставить вот за теми служениями он тоже гуру Агре он говорит, что употребляет слово Агре означает, что всегда нужно в первую очередь приоритет оставлять за выполнением духовного Учителя главным из которых является повторение святых имен Парупада пишет в читании Чаретамрати из всех видов служения когда дает духовному Учителю ученику главное является повторение святых имен и теперь мы пришли к читанию Чаретамрати который я хотел прочитать сегодня стих это будет уже не эпиграфом а эпилогом, да, уже наше сегодняшнее обсуждение стих, который очень часто повторяется Шила Неранжина Магараша ссылается на него в котором дается ключ к пониманию славы вернее не славы, а доступности славы святого имени вот так правильно сказать держит этот ключ мы сказали уже сегодня о поклонении духовному Учителю получении святого имени через него и здесь об этом говорится чуть более подробно и под очень важным углом Шила Кришнарский Вираж Госвами говорит это стих, который на самом деле как бы здесь говорит Кришнарский Вираж Госвами поясняя то, каким образом Господь Читания отреагировал на прославление святого имени Харида Санта-Куром когда Харида Санта-Куром пришел а, вернее, прости, прости, Рупа Госвами Рупа Госвами, прошу прощения я оговорился Рупа Госвами прославил в своей книге Лолита Мадова Небедагда Мадова, святое имя где он говорит я не знаю, как много нектара содержится в двух именах Кришна, в двух слогах когда эти звуки проявляются на моем языке я хочу иметь миллионы узыков когда они входят в мои уши я хочу иметь миллионы ушей и когда они входят в мое сердце все мои чувства замирают я не знаю, сколько нектара содержится в этих двух слогах Кришна когда Господь Читания Махапрубу воспевал этот стих то Харида Санта-Кур услышав этот стих стал, возликовал и стал танцевать прославляя значение этого стиха вот так и в следующем стихе который мы сегодня хотим прочитать на этом закончить о, почему он здесь на английском языке я вроде русский выбирал бывает, да? а, нет, это моя ошибка я просто не открыл антилила, сейчас я открою секундочку мы там закончим дорогие преды все, я обещаю больше вас не задерживать Кришна намирама хима састра саду муки джани намирама дхури айче каханна хишуни чтобы оценить всю красоту и трансцендентное положение с того имени Господа здесь Кришнарский вираж Госвами объясняет чувства Харидаса Токура почему он стал ликовать и петь, и танцевать чтобы оценить всю красоту и трансцендентное положение святого имени Господа нужно открыть для себя священные писания изложенные устами преданных нигде больше мы не услышим о сладости святого имени Господа так говорится, что для того чтобы понять его сладостное и трансцендентное положение нужно слушать о нем через священные писания излагаемые преданными и Шрила Пропада в комментарии с вами объясняет что это значит и я на этом закончу об этом говорится в Падмапуране а так Шри Кришна намадина бавет грахям эндрияих пение и слушание трансцендентного святого имени Господа не может быть воспринято обычными чувствами трансцендентные звуки святого имени Господа полностью духовны таким образом оно не должно быть получено из духовного источника и после того его надо по-моему здесь не очень удачный перевод по-моему это какой-то машинный перевод то есть точно не литературный так есть у кого-то это 1.101 антилилы я еще гитобейс открыл если ты открываешь гитобейс сейчас скорее всего то же самое это странный перевод понимаете я чтобы не коверкать вот а есть под рукой я могу найти здесь у себя антилила 111 кто-то нашел у нас соревнования на нет это правильный перевод да это правильный перевод я снова прочитаю перевод о красоте и трансцендентной природе святого имени Господа можно узнать только слушая боготковенные писания в изложении преданных ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости святого имени Господа вот так теперь комментарий Шилл Павпады в Падмапуране сказано атакши Кришна намадина бавет грахьям индрияих невозможно произносить и слушать трансцендентное святое имя Господа материальными органами чувств трансцендентный звук святого имени Господа полностью духовен поэтому прежде чем произносить святое имя следует получить его из духовного источника то есть от духовного учителя тот кто слушает звук мантры Харья Кришна должен получить эту мантру от духовного учителя и теперь Павпада поясняет услышит как он ее произносит вот это значит инициация иногда бывают преданы самые интересные идеи насчет повторения стихих имен есть Павпада дальше в читании черепа мать или в другом месте он пишет что нужно задействовать язык и губы нельзя чтобы святое имя повторялось как какое-то ничь лжоноздельное шипень или свист это его слова причем даже есть где у меня может быть даже здесь есть я могу даже показать как Павпада показывать как не нужно повторять очень артикуляция да артикуляция это означает правильное использование и Павпада вот так он повторяет как не нужно повторять так даже не повторишь даже если очень сильно попытаешься настолько он мастерски это повторяет даже это он делает совершенно неподражаемо Павпада говорит если вы посвятили себя саттадам 24 часа в сутки не отвлекаясь не отвлекаясь ни на что другое сарва-дхарман притяжа оставив все остальные бессмысленные занятия сарва-дхарман если вы занят служением Кришне прийти по рукам с любовью а не как рутину о, опять мне придется повторять Харе Кришну ну хорошо Харе Кришну не так с притей с любовью повторяйте каждое имя Харе Кришне и слушайте вот Кришна вот Радхарани вот так можно повторять качество а не так вообще невозможно повторить так попробуйте необходимо притя это самое важное качество нам нужно притей а не притей нам нужно притей нужно притей потому что за скоростью чтобы не гоняться да вот так то есть нужно услышать как он его повторяется то имя получить его это означает получить посвящение в мантру Харе Кришне Шрила Санатна Госвами запретил нам слушать как произносится то имя Господа не Вайшнавы например профессиональные актеры или певцы поскольку это не принесет никакой пользы такой звук становится отравленным подобно молоку которого коснулось сгувами змея о чем говорится в Пану Пуране поэтому преданные в движении сознания Кришна собираются вместе и поют святые имена Кришны на улицах чтобы и поющие и слушающие получили благо кто-то кому-то звонит кто-то кому-то звонит кто-то кому-то звонит вот комментарий Шил Павупада это ключ надо спасибо большое получить полос воспевания Шил Павупада и от его представителей наше счастье есть так много записей Шил Павупада его Киртанов его Баджанов все записали его лекции его наставлений касающиеся воспевания остальных имен и тогда через вот эти наставления постепенно откроется все как из бутона Бак Симон Такур приводит такой пример постепенно бутон раскрывается и проявляется вначале прожилки лепестков потом раскрывается уже цветок сам вид на его форму потом он раскрывается шире и становится ароматовым ощутим а потом он раскрывается полностью во всей своей красе и приносит желанный плод и для этого условиям этот стих говорит нужно собираться вместе и слушать о славе святого имени Господа в обществе принадых вот мы постарались сегодня насколько смогли этот этот заказ выполнить и чуть-чуть сказать о славе святого имени Господа может быть какие-то вопросы и дополнения есть у преданных Халдар Прабу Аджида Читани Прабу дополнения какие-нибудь Вопросы есть? Вопросы не ко мне ко мне дополнения можете дополнять у вас наверняка что сказать если за счет вы здесь живете в Майпуре уже как давно 15 лет бывает просто одно слово с реализацией оно значит больше чем два часовые лекции как Кришна Акадам Баканна Махадаша привел очень хороший пример недавно с Джайдвайтом Ахаражем вспоминали, я вспоминал его и рассказал ему, как услышал на его лекции этот пример, и Джайдвайтом Ахараж очень порадовался. Он говорил, что как раз парализацию, как много можно слов городить каких-то, шлоки цитировать, логические связи выстраивать, все здорово, но не трогает. Хотя, опять же, мы должны ценить и уважать попытки преданных прославлять Кришну и не гнушаться. Ну да, он так вот может прославлять. И он привел пример очень хороший на лекции. Он говорит, что это как в монастыре Шаолинь в какой-нибудь фильме про боевое искусство. Монахи выходят поутру, начинают отрабатывать свои удары и там хо-хо-хо. В одной лекции Шрилы Прабхады он дает лекцию, запись в видео, и там на заднем плане какие-то звуки вот такие, и написано, это школа каратэ, по соседству располагается. Чтобы преданных знали вообще, кто там так себя ведет. Это не ученики Шрилы Прабхады, это по соседству. И вот они выходят, начинают там хо-хо кричать, и ногами, и руками. Потом выходит мастер. И вот они все на него должны, на мастера. То ли это мастер, то ли это какой-то, может быть, из враждующей школы пришел научить их уму-разуму. И вот они все на него нападают, и там хо-хо, и даже коснуться его не могут. Никак. Что он увертывается точными движениями. А потом, что происходит, говорит Канабаканна Махаша, потом мастер, он приходит такой старый, с клюкой, с бородой, с седой, с сагбенной, потом раз, и все эти молодые не могут с ней справиться. А потом он делает так. Он делает руки вот так. Собирает какую-то энергию чи, какую-то. И делает так. И все эти разлетаются в разные стороны. Все эти, которые на него кричали и прыгали, да. Это вот реализация называется. Когда кто-то говорит одно слово, и все становится понятно. Как Шилапрупаду одну лекцию он говорит, про гопи рассказывает. Что гопи, они всем пожертвуют ради Кришны. Для них не было никаких других целей жизни. Я не помню, как он сказал конкретно, но что-то было вроде, что там родители, что нам мужья, что нам дети, что нам дхарма, что нам наши обязанности. Кришна. Вот так он сказал. Кришна. Все понятно. Кришна. И он просто говорит, ммм. Вышли? И такой, ммм. В этом, ммм, гораздо больше смысла, чем во многих наших лекциях. Да, потому что говорит Баладеви Дебушина, или кто это говорит, Мадвачария говорит, что все звуки, в том числе и звуки нечленнодельные, звуки природы, подражания звукам, они все Господом даны, из него исходят и являются его именами. но некоторые из них, многие, даются нам на прокат, на долговременную аренду, как бы нашей, поэтому они теперь к нему не относятся на какое-то время. Мы можем пользоваться как своими, для своих целей. Но чистые преданные высвобождают их из плена, нашего плена, и возвращают их обратно к Кришне. Поэтому, когда они говорят, это не наше, это его. И перевести это его на наше, невозможно. Нужно слушать его, а не нас. У нас это просто мучание, а у него это звук из духовного мира. Поэтому так важно слушать чистых преданных и слушать, как они воспевают святые имена и пославляют его славу. Все, дорогие преданные, у меня. Я вторую попытку делаю закончить. Давайте, может быть, тогда преданных покормим, да? Потому что Соловьев не кормит баснями. Надо их кормить просадом. Израиль, вот. Да? Да? Что я пробую? Или как вы скажете, что нам теперь дальше должно? Как вы скажете, нам нужно. Вы спросили, сколько у нас времени, и я хотел узнать, я уложился во время? Да, я у вас хотел спросить. А тогда я думаю. этого видимо испорчен общением с Халадарой, Прабхуан может Кришной Катхой заниматься круглые сутки. Я Ютуб слушал очень долго, как и ты, как и ты, как и ты. Это выдает тех преданных, которые могут Кришной Катху давать свои сутки. Я могу слушать. Шилпады же так, да, заметил, был замечен духовным учителем. Как он был замечен, как вот мы приходим на Мангларти, мы усилием своим, нас как бы. У меня тоже был очень интересный опыт. Не то, что это какая-то особая реализация, но просто здесь как они случаются, естественным образом, и очень вдохновляют, когда я немножко опоздал на Мангларти, и уже пришел, когда здесь, ближе к Говору Паруэмя, было все битком забито, невозможно было пробиться на то место, где мне обычно нравится стоять. Я жди, читай, прямо знаю. И я очень хотел туда попасть, когда там не стоишь, уже не так. Как будто и на Мангларти. А там преданное везде. Я так аккуратненько, аккуратненько пытался пробиться, как-то сквозь ней так, как потиснуться. Надо было намазаться маслом каким-то, чтобы раз, расскользнуть. Но в конце концов, я там оказался, в этом месте, с большими усилиями. Это минут пять с ней потребовалось. И когда я из-за колонны выглянул на божества, я до этого их не видел, пока пробирался, выглянул. В этот момент мысли как будто вот от них... Я не говорю, что это прям какая-то авторитетная реализация, но меня она очень вдохновила. Божества сказали, как будто бы, такая мысль, вот так мы неотличны от нашего святого имени. Как мы неотличны? Вот так. И во всей своей красе. Вот так они неотличны. Как Кришна неотлична от святого имени? Можете посмотреть? Радамаду, вот так он неотличен. Вот его неотличность. Маха Прасад, это их неотличность. А святого имени, там все есть. Вот все то, что мы не видим или не чувствуем, что мы не чувствуем, видим в божествах, но это там есть. Это он же. И им помогают заметить это разнообразие, красоту, великолепие, милость, вкус, все там есть. Радамад Махадаш, недавно до улицы. Кто? Радамад Махадаш. Радамад Махадаш. И он мне так очень повезел, но это, так очень, что он сказал. Святое имя, абсолютно, я знаю, абсолютно, с таким, убежденность, верой, осознанность, мне отлично, вот Кришна. Я ходил, несколько методов, почему. Вопрос, можно? Вы сказали, что есть смирение, смирение качества очень ценное, мы знаем, оно привлекает Кришну, делает человека квалифицированно для очень высококачественного приятного служения. А есть смирение, вы сказали, из-за уложенного эго, которое рождается. Вот я вспомнил историю про Радамадаса Вишваса, который самовождал Радамадху Батху, Радамадху, Бату, да? Радамадху Бату. И вот он же проявлял вот как бы и смирение, и служил преданному и мантру, повторял постоянно, повторял непрерывно и просто по драме. Вот можете как-то проиллюстрировать то, что смирение, которое вызвано ложным эго, как оно выражается и к чему оно приводит? Ведь он же в общем-то не получил такого. Да, в его случае там даже был третья категория смирения, оно было инструментом для корыстных целей. Оно в каком-то смысле было даже хуже, чем просто изложенного эго, потому что оно было не совсем смирением. Оно было инструментом, чтобы получить что-то. В его случае. Как прямо в нашей детской, как-то у меня на сентиментальные воспоминания детстве потянуло. Тут вспомнил стату из этого фильма. И как там Карабас-Гарабас готов унизиться, лишь только в сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Вот это вот случай. Это в его случае, как объясняет кришнадарский вираж Госвами Шилапрапада, он очень хотел достичь персонального освобождения. И знал, что преданные являются источником освобождения. Служая им, можно достичь освобождения. И поэтому пользоваться возможностью служить Рагуна Тибате, чтобы свои цели достичь, слиться с Господом Рамачандрой. Поэтому Господь Тайна на него даже не посмотрел. Но при этом, смотрите, поскольку он был рядом с Рагуна Тхадасом, Госвами, он все-таки получил даршин Господа. Если бы он с ним рядом не шел, пусть даже с корыстными целями, он бы в этой цели не удостоился. Но поскольку у него была корыстная цель, которую он вынашивал, поэтому он не смог получить того, что получали другие от общения с Господом Читания. В этот раз. Кто знает, как его судьба о дальнейшем сложилась, потому что Господь Читания освободил немало в Айваде. Были еще и похуже случаи, но он их спасал и делал чистыми предами. Иногда в Читании Черетама эти игры проявляются, чтобы мы могли узнать себя в них где-то там и понять, как нам действовать правильно, как неправильно. А ложная эко как проявляется смирение? Там же тоже корысть за этим стоит? Такой магик. Вот это вот. Ничтожный, никому не нужный, жалкий. Это же правильно по самбанге? Нет. Нет. Что по самбанге означает, что не как сказал Бхакти Сиртамараш феноменально афористичным образом, он сказал, смирение это не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. А мысли таких людей свередут точно на своем ничтоженном положении, что вызывают жалость у других и тем самым восхищение. Смиренным же быть очень выгодно в обществе перед нами. Можно прославиться быть смиренным. И вот если такой вот ходишь, как Вацлав пропускал, сказал метко по-пластунски передвигаешься в основном только не в этом. Смирение, как будто я знаю, что такое смирение, но как его описывают великие преданные, означает, что не то, что мы себя ставим ниже, а мы ставим других выше себя. И из своей свободной воли свободно служим им, потому что они выше и лучше. Мы их прославляем, а не себя втаптываем. Если себя втаптываем, если мы никого не прославляем этим. Только разве что по контрасту. Вы как были и так и остались. А я вот еще хуже. Понимаете, чем вы? Я еще хуже, чем вы. А нет, тут я свободный. Ну, как бы я, может, понятно, там есть у преданных очень много стихов, где они про себя как раз так и говорят. Группа Госфами говорит, например, что я, где-то у меня ни премы, ни саддана бхакти, ни веры, ни знания духовного, ни шуба кармы, благочестивой деятельности, не рождения. Единственное, что у меня есть, это надежда на то, что ты, Господь, даешь самое ценное, самым жалким, самым ничтожным. Вот на это у меня жжет мое сердце, эта надежда мою, потому что это даже надежда, она не мне принадлежит, у меня ее тоже нет. Мне ее дали, преданное. Но при этом они освобожденные души. Они реально обладают всеми качествами. Но других они видят, как еще более совершенных и дорогих Кришне, и служат ему. Вот оно, проявление настоящего смирения. Поэтому, когда Хридас Токор молится Господу, читает, он говорит, что я не могу помнить о тебе, а другие могут. О тебе помнили, и Пандавы помнили про тебя, и Прохлада помнила про тебя, и Друга помнила про тебя, даже, я даже, Аджамила помнила о тебе. Я не могу себе? Где он такой? А я не могу. Поэтому, ты позволь мне родиться в домах преданных, которые помнят о тебе. Я прошу тебя прощения за такое наглое желание. Позволь мне родиться в семье, в доме преданного, который помнит о тебе питаться остатками их пищи. То есть, смирение преданное такое, что оно умудряется прославлять преданных. В этом его особая отличительная черта от смирения, вызванного ложным эго. Оно прославлять преданных умудряется. И когда преданное делает кого-то служение, он тоже умудряется этим служением других преданных прославлять, а не себя. И не замыкает на себе. Что это такое? Но при этом я очень хочу служить себе. Давайте закончим на этом, да? Или как у вас? Я сейчас женой отрезаю, подъеду, не смейте. А, про сад? Простите, пожалуйста. Я вот поэтому и спрашивал. Я вписался во время? Мы с собой даем. Дадете, да? Да, все хорошо. С собой нет. Спасибо. Никто не войдет. Я еще приеду, что-то. Вы приедете, а мы уже все съедим. Второй вопрос. Несколько дней назад большинство давал баку, в этом классе. И вот он такую тему описывал, как-то вот она называется, Марьяда Атикрана. супермардинация нарушений. И вот в случае судовой, который от отвергнут. И вот я хоть не слышал, вспомнил историю по баку, это был молодой юноша, который рассказывал взрослому царю, успешному человеку в присутствии старших своих. Ясадева там была народом и в принципе он мог переодресовать и перенаправить. Но он нет, он так вполне так очень даже комфортно все это дело излагал, очень свободно и его не комплексовал по поводу того, что есть старшие предные, которые присутствуют. И вот мне интересно, или там тот же, когда Джагатананда стал советовать Санатонегосвами, когда он хотел самоубийством перейти во Вриндаву, все тут и нечего. И Господь Штанин это очень не понравил. При каких условиях младший может говорить в присутствии старших? Когда старшие говорят, он присутствует. Говорят, говори. Когда ему говорят? Например, Гавранга пробудовал лекцию недавно тоже. Вы видели, кто там сидел на лекции? Ну, его учить. Да? И слушал. И только он, там много того сидел на лекции, слушали. А почему в этом случае это было нарушение субординации, а вот именно в случае вот в этом и не было? И вот почему? В случае Судовы он сам решил, что это нарушение субординации для него. Его же тоже попросил старший. Вот ему бы из-за этого только одного сказать. Ну, если он так просит, как это, Решварупа, он же пошел. Его старший попросил себе давать наставление. И с этим он не успех согласиться. Он старший, Пу, 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 попросил себе наставление давать. А Парикшит? Парикшит? Шукадевы Гасами особая история. Он особая личность. Он младший по возрасту, по биологическому. Но когда он вошел, вы помните, там все мудрецы встали сразу в почтении. Остались сидеть только в Ясадевы Нарада. Не знаю, сказали они ему и спросили у них, можно ли там при вашем присутствии рассказывать. Но очевидно, что они дали ему все благословения, пусть все ее слушали, как Раднат Махараси. И слышали Бхагаватам как будто в первый раз. Так что, когда старший говорят, можно. Когда Духовный Учитель говорит своему ученику, ты должен инициировать теперь учеников сам. Он должен заделать этот приказ. А так, в Харибхакте Виласи говорится, ученик не должен не то, что инициировать учеников в присутствии Духовного Учителя, но даже давать другим наставления, принимать от них поклонения или занимать положение старшинства. В присутствии духовного Учителя. Не означает, не знаю, как это означает, когда он в комнате находится, выходишь, сразу дал инициацию. Скоро, граждан, пока вас не было. Нет. Означает, перед тем, как Гуру ему приказал, вот так, это правильно понимать, не дожидаясь поперек Бхатики, как говорится, тогда нельзя. Четыре вещи запрещено. Давать инициации, давать наставления, принимать подношения или поклонения других. Опять, занимать положение старшинства и также объявлять себя неотличным духовным Учителем. Что иногда случается с секретарями духовных Учителей. Они настолько так уже привыкли, что Гуру Махараш отвечает на всякие вопросы, то они уже наперёд знают, он сейчас вон так вот и отвечает. Оракула духовному Учителю. Очень опасно. Запрещено это. А потом в этом же, в этой же Лове Хари Бхак Тиласи говорится, ну, Гуру должен своих учеников выбрать того, кто достоин давать инициацию и его буквально, говорится, обешик, он должен его помазать на это положение духовного Учителя и приказать ему сделать то же самое, когда у него появятся его ученики достойные. Вот так. Как же тогда Господь Читания говорит, я и Дехи, да и Кришна, упадаешь, то есть он не дает полномочия на авторизацию в Учителях? А всем дает полномочия, да. То есть как бы уже помазание произошло, можно сказать, и мне не надо ждать дополнительного повторного. Помазание произошло и в этом комментарии Шилопрупад даже говорит, что в принципе разницы между Дикша-гуру, Шикша-гуру и Вартма-Продарши-гуру нет. Человек, который проводит различия между Дикша-гуру, Шикша-гуру и Вартма-Продарши-гуру ошибается. И такие домосты никак не могут помочь распространению движения сознания Кришны, говоря, что здесь только Шикша-гуру говорится или Вартма-Продарши-гуру. Но при этом Шикша-гуру более, как сказать правильно, более ответственная роль в чем? В чем? Потому что Дикша-гуру по своему определению занимает роль главного источника наставлений для учеников его. По определению он главный Шикша-гуру. Так у него получают Дикшу, как у того, кто является главным источником наставления абсолютным. И второе, он является объектом предания. Так Дикша описывается, когда преданные принимают Дикшу, то Дикша-кали бхакта-ками кари атма-самар-пан. Он атма-самар-пан себя предает. А кому он предает? Не Кришне. Он духовном учреждении себя предает. Целиком. Это означает, что отныне все я, весь я целиком вам принадлежу. Вашим наставлениям я подчиняюсь атна-самар-пан. Поэтому Дикша-гуру из этих трех категорий гуру самое в этом смысле, в нашем понимании. Есть другое понимание Дикша-гуру как некого ритуального жреца, который просто Дикшу на поклонение Божества дает. Это не понимание считания чаритамритэ. Читание такое понимание. И Кришна 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 делает преданного равным себе в обмен на его предание духовному учителю. Поэтому в данном случае Господь Читания спросил, он всем дал наставление. Да, он всем дал наставление проповедовать. И уже из этого из проповеди вырастает его роли как вартма-продаршика гуру для начала. Потом из этой роли вартма-продаршика гуру вырастает роль Шикши гуру, когда он уже может конкретные наставления компетентные и зрелые давать преданным, чтобы вести их дальше по духовному пути. Потому что одно дело зачать ребенка, другое дело вырастить и воспитать. Разные вещи. Зачать не так сложно, как вырастить и воспитать. И Дикши гуру олицетворяет объект предания для него, для ученика. Тот, кто своим присутствием перемиряет все конфликтные или как это называется, конфликты в приоритетах. Расставляет по местам. То есть человеку нужно ждать дополнительную личную авторизацию духовного своего учителя или духовного лидера на позицию свою личную как лидера духовного? Или уже без почитания это дело инициировал и человек должен... Нас, знаете, не дожидаются, когда он попросит. Нас самих просят часто. Я сейчас говорю не про Дикши гуру, а про другие позиции духовного лидерства. Говорят, а про Бу, давайте вот лекцию прочитайте и давайте вот вы возьмете на себя ответственность за воскресный пир или за поклонение божествам. Давайте вот вы станете лидером Санкира или еще что-нибудь. Нас просят об этом сами. И когда нас просят, мы не должны отказываться. А когда мы сами к этому стремимся, тут могут быть разные мотивы. Могут быть чистые мотивы, совершенно чистые. Я хочу проповедовать, ничего больше не хочу делать, но чист ради креста. А бывает, что мы хотим этого как положение авторитета, чтобы другим управлять. В этом случае мотив нечистый и тогда такой преданный падет. Или по крайней мере исправится. Пропада говорит об этом в третьей песне Бага, в том, что удачный тот, кому дается какое-то ответственное служение, но если он думает, что он сам его вершит и своими собственными способностями может его выполнять, он не сможет справиться с ним правильно. Нужно достаться уполномоченности подкрепления того, что он хочет делать со стороны духовного учителя либо просьба. Когда у нас в УСКОН бывает, иногда проще получить прощение, чем разрешение, правда. Прощение? Чем разрешение. Лучше сделать и потом извинения попросить. Какой-то, извините, я вот сделал. И нас простят. А попросить разрешение наперед бывает сложнее гораздо. Много согласования будут собираться, решать, нужно ли нам или не нужно голосовать по-новому раз. Бывает так. Ни разу же Магараш уехал из храма. Бросил все. Был президентом права, бросил и уехал. Проповедовать. Потому что понял, что если завершусь в храме, там я не смогу быть полезным. И в храме стали про него говорить. Что говорить про такого обычного? А вот он такой. Наверняка поехал там за тем или за другим или за третьим или за четвертым зачем-то для себя. Но ни разу Магараш проповедовал и все проповедческие результаты посвящал храму. Всех преданных новых отправлял в храм на обучение президенту храма, которым не хватало как раз бакт. И все пожертвования за них отчет присылал и даже жертвовал какие-то деньги в храм. И в общем все туда. И через несколько месяцев все поняли, что он на самом деле ради храма это сделал. Стали его прославлять. Так что запрос в мотиве. А бывает так, что под себя что-то проповедническое делается, чтобы свою водчину, своих последователей, своих каких-то... Но видно это только со временем. Либо со временем ему самому, либо сразу тому, кто за него отвечает. Он ему говорит, извини, ты сейчас не можешь это делать, лучше делай вот так. Если он удачлив, то он делает правильно и уберегает себя от опасностей, от тяжелого урока собственного опыта на ошибках. И опытсы на ошибок трудных и гений и парадоксов друг. Так что по-разному бывает. Так что приказ дан всем о конкретной форме в лучшем приснятии уместного руководства. Все. Давайте закончим на этом уже. Харе Кршна, Шилапупады, Киджай, Шичитане, Ширитамы, Киджай, Говора, Примананды. Редактор субтитров А.Семкин